У страшной аварии на улице Победы есть очевидец. В тот день, 11 октября, Роберт Гайнудинов высадил пассажира и собирался уже ехать по делам. Тут он заметил пожилую женщину, которая шла по тротуару. Глаза поднимаю и вот едет газель, а бабушка уже в метре. Я начал сигналить, но далеко было, видимо водитель не услышал. Он ударил бабушку задним бортом и она упала головой прямо об асфальт. Ну и он продолжил движение, еще и наехал на бабушку задними колесами. Товарищи водители, будьте внимательны. В тот же день 91-летняя нефтекамка скончалась в городской больнице, куда ее доставили с тяжелыми травмами. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Спустя два дня, 13 октября, госпитализировали еще двоих горожан, пострадавших в ДТП. Один из них был пассажиром иномарки, а второй переходил дорогу по зебре. Примерно в 19 часов 30 минут водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем Киа Сол, напротив дома 48 по улице Дорожная совершила наезд на пешехода 1996 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован. В общей сложности за минувшую неделю сотрудниками госавтоинспекции в городском округе зафиксировано 357 нарушений правил дорожного движения. 16 водителей были задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 41 автолюбитель пренебрег ремнем безопасности. Произошло более 20 ДТП. Сотрудники госавтоинспекции не устают повторять о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Будьте внимательны и предельно осторожны. Дорога беспечности не прощает. Зульфия Амирова, Азад, Давлетшин. Время новостей.